МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время в столице находится 16 600 беженцев, в Даугополсе 567. И, как сообщил мэр города Андрей Элкснич, из-за сокращения финансирования изучается возможность расселения беженцев с Украины в городских спортзалах, поскольку у самоуправления нет необходимых средств на оплату их размещения в отелях. Также Дума призывает владельцев частных квартир предлагать жилый фонд украинцам. Как известно, с 1 июля значительно уменьшится государственная поддержка размещения беженцев. Она будет начисляться из расчета 3,5 евро в сутки. И очевидно, что этого недостаточно. Тем более в тех случаях, когда речь идет о расселении украинских беженцев в туристическом секторе. Поправки к закону о поддержке гражданских лиц также предусматривают первичную поддержку в размещении всех беженцев из Украины на срок до 120 дней, но не дольше, чем до конца текущего года. Во-вторых, поправки к закону предусматривают, что физические и юридические лица смогут получать компенсацию за проживание беженцев на срок до 120 дней, но не дольше, чем до 31 декабря текущего года. В свою очередь, питание граждан Украины, обратившихся за ним с 25 мая, предоставляется на срок до 30 дней. По имеющимся данным, с начала войны в Украине в Латвии зарегистрировано около 32 тысяч украинских беженцев. Около 26 тысяч получили вид на жительство с правом на трудоустройство. Уже в этот четверг на заседании депутатов самоуправления будет рассмотрен вопрос об обращении Дауглопольской городской думы в Конституционный суд с намерением оспорить правомерность принятого 13.7 закона о запрете экспроприирования объектов, прославляющих советские нацистские режимы и их демонтаже на территории Латвийской республики. В подготовленном проекте решения указано, что на территории Дауглополса есть объекты, которые необходимо снести до 15 ноября текущего года. На выполнение этих работ государство готово выделить финансирование в размере 50% от общей стоимости произведенных работ. Оставшиеся 50% – это доля самоуправления, что городской муниципалитет категорически не устраивает. Дело в том, что средства на демонтаж памятнику в бюджете города на 2022 год не предусмотрены. Самоуправление Дауглополса подчеркивает, что при разработке и принятии закона о запрете экспонирования объектов, прославляющих советские нацистские режимы, их демонтаже на территории Латвийской республики, мнение Думы не запрашивалось. Дауглополска самоуправления убеждена, что целый ряд статей в законе не соответствует статьям 1 и 101 Конституции Латвии, то есть речь идет о принципе самоуправления. В частности, речь идет о несоблюдении принципа эффективного законодательства, который не был соблюден при принятии закона. Муниципалитет также ссылается на обязательную для Латвии европейскую хартию о местных самоуправлениях. Первая часть статьи 3, которая гласит «Местное самоуправление означает право и способность местных властей регулировать и управлять значительной частью государственных дел по своему усмотрению, под свою ответственность и в интересах местного населения». Поскольку данное исковое заявление не может быть рассмотрено в Конституционном суде до 15 ноября, то есть той датой, когда памятники должны быть демонтированы, самоуправление Дауглополса попросит суд позволить во время рассмотрения дела сохранить существующую ситуацию. В Латвии наблюдается резкий рост случаев заболевания COVID-19. Так, за последние сутки в стране было зафиксировано 824 новых случаев инфицирования коронавируса. Три пациента COVID-19, которые входили в возрастные категории от 60 до 89 лет, скончались. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 189,7 случаев на 100 тысяч населения. Вчера было проведено 3588 лабораторных тестов на COVID, из которых 23% оказались положительными. В настоящее время в Дауглополсе COVID-19 был констатирован у 105 горожан, а в Аугждаговском крае – у 64 жителей. В целом по стране с начала пандемии коронавирус лабораторно был подтвержден более чем у 830 тысяч латвийцев. Предприятие Дауглополсилтумтыкли обращается к горожанам, которые являются клиентами городских теплосетей, с просьбой увеличить сумму предоплаты за тепловую энергию в летний период, чтобы в зимний нагрузка на семейный бюджет не была бы столь неподъемной. В настоящее время предоплата за тепло рассчитывается в размере 30 евроцентов за квадратный метр. Специалисты Дауглополсилтумтыкли предлагают для определения размера предоплаты в летний период учитывать средний расход тепловой энергии в соответствующей квартире за предыдущий год. Консультацию по определению размера предоплаты для сбалансированного платежа можно получить в отделе обслуживания клиентов предприятия Дауглополсилтумтыкли. Для увеличения предоплаты необходимо заполнить заявку с указанием желаемой суммы за квадратный метр. Образец заявления можно найти на сайте предприятия Дауглополсилтумтыкли и затем его следует отправить на электронную почту предприятия dsiltumtykle.atapolo.lv В понедельник состояло заседание Совета акционеров предприятия Дитон-Пиватки-Журупница, на котором было принято решение разрешить правлению продать часть активов компании. Об этом свидетельствует решение Собрания акционеров. Акционеры решили разрешить правлению предприятия произвести отчуждение активов компании, направив выручку на погашение обязательств завода, а также определить возможные процедуры и проекты для продолжения деятельности компании на основании результатов отчуждения. Как сообщалось ранее, энергетический кризис не обошел стороной завод приводных цепей в связи с непрогнозируемым ростом цен на сырье, материалы и потерей конкурентоспособности продукции из-за роста ее себестоимости. С учетом роста производственных затрат и санкционной политики Евросоюза, активность Дитон-Пиватки-Журупница на традиционных для компаний рынках сократилась вдвое. На рассмотрение Совета акционеров было предложено три варианта выхода из сложившейся ситуации – отчуждение активов, начало процесса правовой защиты и начало процесса неплатежеспособности. Остановились на первом. Программа управленческих процедур, утвержденная Собранием акционеров, предусматривает оптимизацию расходов бюджета, в том числе оптимизацию сокращения персонала пропорционально фактическому объему производства. Кроме этого, предусмотрена оптимизация основных средств, в том числе полная или частичная продажа недвижимого имущества и заключение долгосрочных договоров об аренде производственных площадей, необходимых для выполнения фактических объемов заказов. Программа мероприятий также предусматривает оптимизацию основных средств путем продажи остального имущества компании, если оно не используется или не планируется его использование для собственных и производственных нужд компании. Оптимизация также включает в себя приостановку финансирования программ по замене и модернизации основных средств, отказ от договорных обязательств со специализированными организациями по техническому содержанию, обслуживанию и текущему ремонту основных средств, использование собственных ресурсов для проведения аварийных и текущих ремонтов, в том числе слияния профессии. В прошлом году оборот предприятия по производству приводных цепей составил 5 млн 275 тыс. евро, прибыль компании достигла 130 734 евро. В первом квартале этого года оборот Дитон-Певодки-Журупница составил почти 1,5 млн евро. С 4 по 8 июля на территории Сфенской волос и Агузаговского края пройдут военные учения 36-го батальона боевой поддержки ЗМС Ардзе с использованием военной транспортной техники. Программа подготовки предусматривает оттачивание уже имеющихся и приобретенных новых навыков для укрепления боеспособности подразделения. В тренировке примут участие около 25 военных, которые будут передвигаться по общественным и лесным дорогам на военных автомобилях, выполняя задачи в светлое и темное время суток. В ходе учений не будут использоваться боеприпасы или имитационные средства. С 1 июля в 18 часов в парке Дубровина пройдет традиционный праздник белорусской купали. Его организатор Центра белорусской культуры подчеркивает, что в этом году он пройдет в формате деревенского променада. Как известно, День летнего солнцестояния – один из важнейших праздников календарного колеса, издревле отмечаемый у многих народов мира. В Латвии это праздник Лигуа. Белорусы же с особым размахом отмечают праздник Ивана Купалы в ночь с 6 на 7 июля. И уже в эту пятницу в парке Дубровина на лужайке возле фонтана состоится концерт всех творческих коллективов Центра белорусской культуры. Ансамбля белорусской народной песни Купаленко, танцевального ансамбля Ленок, вокального ансамбля Пролески, хоровой капеллы Спачино, а также театральной студии Паулинка и детской студии Скарбница. Здесь же в парке Дубровина будут работать мастер-классы по изготовлению белорусской ляльки, аппликации и ветеринанки. Также можно будет собрать полевой букет или составить сокровенное желание на дереве желаний, отведать волшебный купальский напиток, сфотографироваться в купальском венке. Центры белорусской культуры обращают внимание на то, что в случае плохих погодных условий мероприятие не состоится. Редактор субтитров А.Семкин